Приветствую всех, кому интересно творческое программирование, кто хочет учиться программировать и создавать творческие шедевры. Меня зовут Ольга и в нашем сегодняшнем уроке мы оживим открытку. Скажу сразу, проект появился и урок, соответственно, совершенно неожиданно даже для нас, когда мы обнаружили, что нашему сайту Scratch Elite.net, на котором размещены уроки по программированию игр в Scratch и многие другие полезные материалы, исполнился ровно год. И в честь этого события мы сделали небольшую статью, где перечислили наши достижения и подобрали, просто подобрали какую-то открытку, картинку в сети интернет. Нам она понравилась, здесь написано нам один год, и потом появилась идея сделать из этой картинки анимированную открытку. Тем более, что здесь все объекты достаточно просто можно создать с помощью редактора Scratch, в чем мы, собственно, в этом уроке сейчас и убедимся. Наш урок будет состоять из нескольких частей. Надеюсь, они будут не очень большими, потому что открытка у нас несложная. Но чтобы было все логично, мы начнем с первой части, в которой мы займемся рисованием. Тот, кто не знает редактора Scratch, узнает, как рисовать основные объекты, либо не знает каких-то некоторых инструментов. И постепенно мы перейдем к тому, чтобы с помощью простых возможностей программирования оживить те объекты, которые мы будем сейчас рисовать. Итак, перейдем в Scratch и приступим к рисованию. Вот так выглядит редактор Scratch. Мы сюда попали с сайта Scratch, нажав на кнопку «Создавай». Автоматически создается рабочая среда, и здесь сразу отображается главный герой, код Scratch, который нам не нужен, и мы сейчас его сразу уберем. Вот у нас чистый проект, в котором нет ничего, ни спрайтов, ни фонов. И сейчас мы подумаем, как нам нашу открытку преобразовать, и каким образом мы можем ее оживить, анимировать. Для того, чтобы это сделать, мы сначала возьмем картинку. Вот у меня картинка, которая скачана из интернет, и ее загрузим в наш проект. Сделаю я это с использованием спрайта. Мне будет легче потом удалить ненужные элементы, потому что сама картинка, сама открытка нам не нужна. Здесь другой формат немножечко, но для того, чтобы не надо было перепрыгивать из одного окна в другое, и как-то подгонять размеры и прочие какие-то элементы, мы сюда добавим спрайт. И спрайт мы будем делать из файла. Итак, нажимаем на кнопку «Загрузить спрайт из файла». И из нашей папки на рабочем столе, которая у меня находится, у каждого она может находиться где угодно, мы выбираем картинку. Вы можете взять эту картинку с нашего сайта, спокойно сохранить и пользоваться. Итак, вот наш спрайт. Мы можем его спокойно перемещать по сцене. И мы видим, что уже по размерам немножечко у нас другие пропорции, о чем я и говорила. Но это не беда, потому что нам нужен только образец. Мы сейчас сделаем фон, как на открытке, вот такой голубенький, с переходом. Это так называемый градиент. И, как я уже сказала, это будет фон, поэтому мы перейдем к окошку сцена и на вкладку перейдем фоны. Здесь нам необходимо нарисовать, фактически закрасить все вот это вот поле свободное, таким вот примерно цветом. Пользоваться мы будем в основном векторным редактором. Выберем «Конвертировать векторную графику». И здесь нарисуем первый объект. Первый объект сделаем заливкой. Выберем основной цвет. Мы возьмем просто пока такой голубой, потом перекрасим. И нарисуем прямоугольник. Ровно по размерам сцены. Вот даже немножко я вытянула, но можно вернуть. Вот так. Видим, что цвет немножко не тот. Вот, чтобы все отверстия белые были закрыты, я все-таки увеличила. Не всегда видно в редакторе, как все попадает. И сейчас мы выберем инструмент «Заливка». И вот у нас есть инструмент «Заливка градиентная». И мы настроим цвет приблизительно таким же, сделаем, какой здесь. Итак, у нас один цвет более темно-синий, второй цвет более светло-синий. Уже видно, что вот так выглядит градиентная заливка. И здесь два цвета, белый и такой бирюзовый у меня попался. Мы можем поменять местами. И вот сейчас будет вот такой вот цвет. Если хочется цвет изменить, мы выбираем нужный прямоугольник и заменяем цвет. Опять меняем. Если есть необходимость изменить другой цвет, тоже мы это можем сделать. Ну вот я приблизительно подбираю цвет. Вот практически он очень похож. Я сейчас, если сделаю «Заливку», то очень похоже. Думаю, что фон у нас получился. Теперь наша задача приступить к рисованию тех объектов, которые есть на рисунке. Это в скретче так называемые спрайты. И сейчас мы будем добавлять, рисовать спрайты. А именно вот эти воздушные шарики, какие-то тут еще кружочки. Постараемся сделать так, чтобы не тратить очень много времени. Если кто-то смотрит урок и хочет сразу приступать к рисованию открытки, то можно поставить видео на паузу и сделать то же самое, что сделала я. Загрузить из файла любую открытку. Можно какую-то свою картинку для того, чтобы на нее можно было смотреть, ориентироваться. И сделать такой спрайт. И потом сделать фон сцены с градиентом, так как сделала сейчас я. Ну и я продолжу дальше. Будем рисовать, как я уже сказала, спрайты, а именно воздушные шарики. Для того, чтобы их рисовать, у нас есть инструмент «Нарисовать новый спрайт». Нажимаем на него. И у нас открывается опять графический редактор. По умолчанию все кнопки слева. Это значит, что мы находимся в растровом режиме. Вот так здесь и названо. Растровый режим. Нам необходимо, как я уже говорила, конвертировать векторную графику. Потому что здесь более такие универсальные инструменты. И легче нам будет достичь необходимых преобразований. Для начала посмотрим, что все шарики, в общем, похожие. И как раз мы этим будем пользоваться. Мы будем просто менять цвета шаров. То есть, фактически, нам необходимо нарисовать один только шарик. А потом на основе него мы будем делать тиражирование. Для того, чтобы нарисовать шарик, мы возьмем инструмент «Эллипс». И нарисуем кружок. Ну, я начну с оранжевого шарика. Самого яркого. Можно даже нарисовать такой овал. Вот смотрим, каким он будет. И вот, опять же, можно, допустим, подобрать какой-то из шаров. Вот, допустим, здесь я вижу шар. И для того, чтобы в него попасть, вот векторный чем редактор хорош, я могу масштабировать. Очень просто. И вот я вижу, что форму я практически повторила. Но видно, что шарик должен быть не овалом, а внизу должен иметь такую вот немножко другую форму. Как с этим быть? Мы выбираем инструмент изменения формы. И теперь мы можем изменять форму. Мы берем и вот так вот за управляющие маркеры меняем форму нашего объекта. Вот он теперь фактически стал шариком. Можно немножечко еще сделать его более таким явно выраженным. Здесь графический редактор векторный чуть-чуть проще, чем в профессиональных пакетах. Поэтому некоторые могут быть такие нюансы, может быть, не очень приятные. Если что-то плохо видно, вот, допустим, я не вижу, насколько ровно у меня получается, вижу, что не очень хорошо получается, я могу увеличить, нажав на плюсик или на минусик, чтобы сделать меньше. Ну, вот так. Похоже на шар, верно? И у шарика у нас внизу есть еще вот небольшой такой хвостик. Мы его попробуем нарисовать с помощью инструмента тоже рисования. Но возьмем инструмент рисования прямоугольников и нарисуем просто что-то вроде квадратика, неожиданно, да? Потом мы его развернем. Он у меня не совсем получился пропорциональный, поэтому я верну. И для того, чтобы был квадрат, мы нажимаем, зажимаем клавишу shift. Вот у меня ровный квадрат получается. Здесь лучше сделать квадрат. Дальше мы его поворачиваем. Выбираем инструмент изменения формы. И вот эта точечка, если по ней кликнуть мышкой, то она исчезает, убирается. Вот я вижу, что я немножко не довернула, поэтому сейчас еще раз выделю объект, поверну. И сейчас опять выберу инструмент изменения формы, для того, чтобы все-таки этот хвостик был такой немножечко, такую вот неровность имел. И вижу, что он великоват. Можно сделать его меньше теперь. И даже уже так немножечко. Ну, похоже, да? Дальше. Мы сделали два таких объекта. И сейчас нам нужно их покрасить, чтобы были такие вот переливы. Опять понятно, что это у нас что правильно. Это градиентная заливка. Мы выбираем заливку. С градиентом у нас уже выбрано. И второй цвет. Наверное, будет у нас второй цвет. Белый. И сейчас мы сделаем немножко не так, да? Нужно поменять местами. Вот там, где у нас блик немножко левее. Вот как-то так. Если слишком яркий блик, вот я вижу, наверное, ярковат. Все-таки этот цвет нужно взять не белый, а светло-оранжевый. Вот, наверное, такой. Да, потому что белый не подойдет. У нас еще дополнительная есть засветка. Вот сейчас похоже на шарик. И вот этот вот хвостик тоже мы можем сделать немножечко с таким переливом. Вот я вижу внизу там чуть-чуть вот так засветочка идет. И видно, что вот этот уголочек, он немножечко мешает. Поэтому мы должны вот этот объект, этот хвостик разместить под основным объектом, под шариком. Для этого у нас есть кнопки на слой вперед или на слой назад. В данном случае нам нужно перенести назад, вниз. Вот так. Вот теперь хвостик под низом. Вот теперь все хорошо. Ну и там есть еще маленькая ленточка. Мы ее чуть позже дорисуем. Сначала завершим работу с шариком. Вот можно подвинуть, посмотреть. Он замечательно смотрится. Уже похож на шарик, правда? Но для того, чтобы соответствовать выбранному примеру, мы сейчас можем рядом шарики эти два поставить. Оранжевый цвет у меня не такой яркий, но зато очень похож. Дальше у нас есть блик, вот такой вот овальчик. Сейчас мы его нарисуем. Ну и пусть будет этот цвет светлый. Рисуем овал. И сейчас нам нужно его повернуть. Разместить. Я рядом смотрю здесь на сцене, вот как по размерам подгоняю. Немножко двинуем этот объект. Ну вот примерно так и ближе к краю. Чуть даже немножко больше. И этот блик у нас тоже имеет градиентную заливку. Причем ту же самую почти. Сейчас мы поменяем местами и посмотрим, что у нас будет получаться. Не очень хорошо, потому что здесь уже должен быть основной цвет более светлый. А второй вот такой. И вот тот случай, когда немножечко скретч нас подводит. Ничего страшного. Мы сейчас выберем палитру и чуть-чуть сделаем... Так, только, конечно, не зеленый, а оранжевый. Ближе к красному. Вот такую вот палитру. Так, не хочет, отменим. У меня получилось два примерно одинаковых цвета, но здесь уже дизайнерские возникают нюансы. Приходится чем-то жертвовать. Но вот тот случай сейчас я сделаю немножко по-другому. Когда нам нужно края сделать менее такими заметными, мы сделаем второй цвет прозрачным. Вот так. Ну, почти. К сожалению, настроить градиентную заливку в скретч не очень хорошо получается, но, в принципе, на блик похожий. В данном случае мы не очень будем стремиться к тому, чтобы было все абсолютно идеально. И теперь у нас второй блик, вот эта вот полосочка. Мы нарисуем, казалось бы, вот это прямоугольник, но прямоугольник здесь сложнее будет обрабатывать, потому что... Ну, я сейчас покажу. Если мы нарисуем прямоугольник и потом попытаемся его изменить в форме, вот, допустим, так, да? Вот я изменяю. Здесь мы можем добавлять, кликая левой кнопкой мыши, эти маркеры. Если второй раз кликнуть, то мы их удаляем. И вот так, допустим, я пытаюсь изогнуть. Но, когда мы... Вот сейчас я размещу, чтобы было видно. Увидим, что получилось. Поскольку у нас геометрическая фигура была с острыми углами, то и все изгибы у нас пропали. Поэтому мы сделать сейчас можем вот этот изогнутый элемент, либо нарисовав его карандашом, потом преобразовав, либо используя фигуру эллипс. Ну и каждый может попробовать по-своему, как ему больше нравится. Что будет получаться? Может быть, получится нарисовать просто карандашом. Я возьму, сделаю вот так. И теперь инструмент изменения формы мне поможет подогнать этот блик под нужную конфигурацию. Вот так. И сейчас вот там, где у нас должно быть почти острый угол, на самом деле он не совсем острый, мы просто добавим еще точку. Иногда бывает вот так, да, сбрасывая, ничего страшного. И здесь вот так. И внизу у нас острое. Вот так. Можно не добиваться идеала повторения в размерном таком варианте. Почему? Потому что сейчас мы выберем инструмент выделения этого объекта и сплю с ним его вот так. Чтобы он был тоньше. Так немножко перестаралась. Ну и сейчас придется все-таки больше его изогнуть. Это немножко похоже на ювелирную работу, но тем не менее она того стоит. Наверное, нужна еще одна точка. Ну и сейчас я забираю. Ну вот работа художника, дизайнера в графическом редакторе, она такая кропотливая, но интересная. Будем считать, что я достигла необходимого результата, нет пределов совершенства, я не хочу занимать долгое время. Я думаю, что каждый, кто будет сейчас рисовать после меня, после этой части, сможет достичь своих отличных результатов. Итак, сейчас нам нужно снова этот блик покрасить, и вот я смотрю, что вот этот вот цвет, наверное, даже нам и подойдет. Хотя сейчас попробую все-таки второй сделать поярче. Что-то не получается пока. Ну вот даже немного похоже на то, как здесь. Хотя, опять же, не идеально, но, наверное, второй цвет все-таки надо выбрать еще ярче. Ну, наверное, так. Либо выбрать градиентную заливку другого типа. Может быть, вот эту. У меня местами. Вот, возможно, это лучше. Ну, выбирайте сами. Возможно, этот гейк и будет не нужен. Но, во всяком случае, чем-то похоже на тот шарик, который мы здесь видим. Опять же, я не дизайнер, а программист, поэтому рисую я немножечко не очень красиво. Кто-то, возможно, более дизайнер, и у него получится лучше. Ну и последнее, что нашему шарику нужно, мы нарисуем карандашиком, ему ленточку. Этим ярко-оранжевым цветом сделаем немножко толще. Ну, и как мы сделаем вот так? Так, карандашик. Очень толсто получилось. Поскольку я работаю с сайтом и еще записываю урок, у меня не все так быстро работает, как хотелось бы. Ну, вот уже лучше. И так вот. Немножко хвостик. Так, ну что, вроде бы получился наш шарик. Вот он с хвостиком. Замечательно. Вполне, я думаю, хорош. И сейчас можно поставить видео на паузу и нарисовать свой шарик. Субтитры сделал DimaTorzok